Если бы магия существовала, то учёные... Хорошо. Ссылка удалена. Какая-то чепуха. Какая-то чепуха. Лучший русский поэт. Длинная версия. 128, давайте бомбанём 128. Русский поэт, я не всех знаю, наверное. Но я не всех знаю из всех этих поэтов. Коржавина не знаю, Заболоского знаю. Тарковский блок, Тарковский блок, Тарковский блок, Блок, Тарковский блок, Блок. Тарковский хорош, Арсений Тарковский хорош, но здесь всё-таки блок. Корчагина не знаю, Амелина тоже не знаю, рандом. Зря я сразу всех выбрал. Скитальцы, кстати, не знаю, Пушкин берёт. Идёт с нами. Отбираем тех, кого я знаю. Обеих не знаю, кстати, обоих не читал. Не читал обоих. Да я почти никого не читал. Давайте женщин. Женщины берём, они красивые хотя бы. Вагена не читал. Лермонтов. Брюсов лучше Некрасова, очевидно, на мой взгляд. Брюсов вообще лидер, один из лидеров возможных. Не читал. Висбор слышал о нём. Не читал обоих. Не читал обоих. Не читал обоих. Белый интересней. Обоих не читал. Не знаю, кто такой переверзен. Вообще не знаю, кто такой переверзен. Лимонова читал. Полное говно. Выбираем его, потому что я его читал. Второго я даже не знаю. Горалия Апрельского не читал. Пусть будет летов. Хотя он не поэт, по большей части. Хуй знает, с чего они взяли. Здесь ещё и не поэты, значит, есть. А музыканты какие-то. Цветкова не читал. И этого чувака тоже не читал. Обоих не читал. Сколько много поэтов-то было интересных, да? Тарас Шевченко мне не нравится. Мендельштам, ну, нейтрально. Пусть пойдёт с нами. Пусть пойдёт. Потусуем. А Куджаву читал не очень. Но пойдёт с нами, пускай. Стихи Горького, кстати, не читал. Про Кима Юлия я вообще не слышал. Не читал обоих. Ирина Ермакова. Так она же вроде переводчица. Или какая-то там филолог. Херена его знает вообще. Нафиг её. Рождественский, Бродский. Два говна. Я хрен знает. Давайте Бродский. Но у него есть какие-то стихи интересные. Не знаю кто. Берём этого. Не знаю кто. Оба. Пусть Лорионов будет. Олешу, кстати, не читал тоже. Хармс крутой. Не знаю обоих. Взял длинный список. Никого не знаю. Отлично. Но это хорошо. Гумилёв крутой. Гумилёв очень сильный поэт. Чухонсова. Я вроде немножко что-то слышал. Может быть пару работ прочитал за всю жизнь. Бунин. Мне не нравится. Но пусть пойдёт с нами. Не знаю. Кондратьева я хотя бы слышал о нём. Шершеневича не знаю. Есенин пусть будет. Не люблю Есенина. Но пусть будет Есенин. Пусть будет Державин. Державин хорош. Державину респект. Из поэтов до Пушкина Державину большой респект. Оба обоих не знаю. Монахину Марию не знаю. Да, обоих не знаю тоже. Обоих не знаю. Надежда Тефи. Фамилия крутая. Берём Тефи. Красивая девушка, кстати. Маяковский. Первого тоже не знаю. Кручёных. Георгий Иванов. Обоих знаю. Кручёных. 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 Грибоедов мне не нравится. Довольно обычный. Кручёных хорош. Кручёных хорош. Но если это тот самый Иванов, о котором я думаю, то Иванов тоже хорош. Георгий Иванов, поэт. Стихи. Отплытие на Цитеру. Путь мой трудный, путь мой длинный. Мечтательный пасух. Метеалгрейс. Школа Тигровая. Романзил мою стрелую. Хлою. Романзил. Ну, Иванов более стандартный. Кручёных. Кручёных мне больше нравится. Хотя оба хороши. Блять, Осадов. Я не знаю, кто такой Николай Львов. В этом проблема. Осадов окей. Говно полное, но Осадов. Потому что знаю, Симонова не читал. Какая-то военная, да? Военная поэзия. Говно. Ну, Ахматова тоже фуфло полное. Ну, давайте Ахматова возьмём. Игнатьева не читал, к сожалению. Твардовский. Пусть пойдёт с нами. Не люблю Твардовского. Северянин, безусловно. Так. Обоих не читал. Зинкевича мало читал. Пусть будет Тючев. Не люблю Тючева, но пусть будет Тючев. Андрей пишет. Может, я попутал с Вячеславом Ивановым. Может, я тоже попутал с Вячеславом. Я прочитал стихи. Так. Величайших. Так, 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 так. Обоих не знаю, к сожалению. К сожалению, вот такая ситуация. Николай Аврамчик, Евгений Евтушенко. Ну, Евтушенко мне не нравится. Северянин хорош. Не знаю, Олесю Николаеву. Пусть Цветаева с нами пойдёт. Не люблю Цветаеву тоже, но пусть пойдёт. Вот я, блин, ну какой нафиг Высоцкий поэт? И это чё за лысый дядька? Не знаю. Впервые вижу тоже. Высоцкий пусть пойдёт с нами. Не люблю Высоцкого. Обоих не читал. Берём более старого, видимо. Судя по фотке. Марину Гейды не читал, Ахмадулина. Не нравится тоже, но идёт с нами. Фет, пусть идёт с нами. Нату Сучкову не знаю. Борис Пастернак, значит. Тоху Логвинова. Иван Волков. Хрен знает, кто это такие вообще оба. Какие-то современные, что ли, авторы. Смотри, Огнивцева несли и на автомате. Так я Огнивцева не знаю. Бурлюк. Бурлюк. Бурлюк хорош. Сейчас, давайте ещё раз. Бурлюк. Бурлюка, давайте. Бурлюк стихи. Я вспомню Бурлюка стихи. Хороший вроде бы. Да, поэт Серебряного века. Давайте стихи мне его покажем. Я хочу увидеть его достижение. То есть, Кручёных охуенный. Колонный камень внёс до глубины небес. Колонный камень дал, мечтал, мечтал о высоте дедал. Нормально. Такс. Ну, просто довольно-таки, но нормально. Отшельник. Отшельник, отшельник, отшельник. Давай, отшельник, отшельник, отшельник. Трупик ребёнка на пути. Круто. В пустую ночь ушёл старик бездомный. А вот и Вячеслав Иванов. Вячеслав Иванов. Вячеслав Иванов стихи. Да, это он, Александру Блоку. Валун, Влепоту, Двойник. И запер меня в подземелье с хлебом. В окно предлагаешь вино и погреб. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Так, а есть что-нибудь интересное? Знамя Зочий. Так, Нищ, Ностальгия, Осенью, Парус. Ну, прошу прощения, Корней Чуковский. Он интересен, Веденский. Он интересен. Не читал обоих. Хорошая подборка, на самом деле. Очень много разных поэтов. Это круто. Агния Барто пойдёт. Интересная. Саша Чёрный побеждает. Пока без комментариев, потому что нечего комментировать. Не знаю обоих. Выбираю рандомно. Обоих не знаю. Пока я выбираю рандомно, я как бы не это... Ну, вы поняли. Не знаю, что это за дядька. Обоих не знаю вообще, в принципе. Видите? Всё, перешли на следующий этап. Блин, Адикаевского я не знаю. Высоцкий проходит дальше, к сожалению. Не люблю Высоцкого. Обоих не знаю. Не повезло, опять же. Не слили всех. Ахмадулина не нравится. Цветаева не нравится. Но Цветаева больше, что ли... Более взрослая получается. Но более зрелая поэтесса, конечно. Вот в итоге хотя бы, да? Брюсов лучше Акиджавы вообще без вопросов. Без комментариев. Лимонов не поэт. Лимонов кусок говна. Ну, вообще. То есть, ну, сравнивать... Сравнивать, господи. Вроде бы, довольно серого и непримечательного, с одной стороны, да, товарища... Нифига ты, ребят, серебряный век слеж. Я их почти не знаю. Андрей Кобаль, понимаете, в чём дело? Я не знаю большинство этих поэтов. Здесь большинство поэтов были, которых я не знаю. Вот Яблонского, Баяна, я тоже не знаю. Я, может быть, они крутые. Но, блядь, а что я могу сделать? Читать их? Ларионова я не знаю. Корней Чуковский дальше идёт. Соответственно, прошу прощения. Не, ну, просто понимаете, в чём дело? Бродскому попался Лимонов. Лимонов вообще не поэт. Он абсолютно бездарный. И по форме, и по содержанию. У него он вообще ноль, как бы. Бродский, он обычный поэт. Как бы вам сказать, да? У Бродского правильная форма литературная. У него правильная рифма. У него правильный ритм. Он правильный дядька. У него правильные стихи. На правильные темы. Он очень скучный, на мой взгляд. К нему у меня претензия в том, что Бродский очень скучный. Я мне его читать неинтересно совершенно. Но технически он хорош. Лимонов хуёвый. Во всех смыслах. Это первый, это детский сад. Умственно отсталый, похотливый старик, который хочет трахаться, короче. Это стихи Бродского. Стихи Лимонова в кратком пересказе. Я хочу выебать тебя на кукан. Стихи Бродского. Стихи этого Лимонова. Соответственно. Это печально. Это на самом деле. Спасибо большое, призрак. То есть стихи Лимонова это очень печальная штука. Бабкин и Савенко герои акустика. Можно слушать? Можно. Можно, наверное, слушать. Но это после теста. То есть, блин, а вот это финал. Вот это должен быть финал на самом деле. Это два титана. Два гиганта. Хармс мне очень нравится. Но Хармс, наверное, мне нравится не как поэт больше. То есть Хармс в любом случае очень интересный человек. Невероятно интересный. А вот Николай Гумилёв. Николай Гумилёв. Акмеизм. Акмеизм. Несмотря на этот самый акмеизм, который он организовал. Ну, жанр это, соответственно. Да, это очень, кстати, продуктивно для русского поэта. Русские поэты вообще мало чего нового открыли в литературе, да, к сожалению, в поэзии. Один из тех, кто, в общем-то, что-то реально новое попытался открыть в русской поэзии, это Николай Гумилёв. По критерию продуктивности я, конечно, за Гумилёва. Гумилёв очень... И он очень хорошо писал. То есть, чисто технически Гумилёва очень приятно читать. Очень интересно, какие темы он выбирает. Гумилёв хорош. Даниил Хармс. Блин, за него сердцем, да. За сердцем за Хармса, голос за Гумилёва. Так и есть. Как-то так и есть. Это должен быть финал, на самом деле. Хармса сливать я бы не хотел. Хармс мне нравится. Хрен знает, кто такие оба. Пошли нафиг, как бы. Ну, блядь. Сейчас. Твардовский. Это тот самый Твардовский, да? Твардовский. Сейчас. Блядь. Василий Тёркин. Пошёл ты нахуй, короче. Даже Есенин здесь, как бы. Всё. Вообще без вариантов. Вообще без вариантов. Да. Это тот самый Твардовский. Позорище, короче. Василий Тёркин. Такое говно-говно. Ну, Саша Чёрный Летово умывает. Летов не поет вообще. Того не знаю, Левого. Не знаю. Не знаю. Могу Пушкин проходит дальше. Не люблю Пушкина, но он проходит дальше. Не знаю, кто. Висборо знаю. Вот этого чувака. Висборо музыкант вроде какой-то. Слушайте. Я хер его знает. Державин. Это второго не знаю. Просто Державин проходит дальше. Корчагина не знаю. Пастернак, конечно. Обоих не знаю. Там ещё впереди будут такие события, где я обоих не знаю. Не знаю. Опять Огнивцев. Ещё какой-то Огнивцев. Ну, чувак в шляпе крутой. Пусть идёт с нами. Демьяна Бедного не знаю. Медрештам с нами идёт. Товарищ Медрештам. Девушку прекрасную. Эту вот такую красивую. Не знаю. Фет. С нами идёт. Не люблю Фета. Бурлюк. Слава Богу, мне не придётся объяснять, почему я тебя сливаю. Соответственно. Да. Не попалось тебе равного оппонента. Перед тобой Кручёных. Кручёных очень хорош. Кручёных очень интересен. Андрей пишет. Стихи для песен. Если писал, значит поэт нет. Это хуйня. Для песен люди хуйню пишут. Как бы. Ну, то есть, по сравнению со стихами, там техника другая, куда более простая. С рифмами всё ещё проще. И со смыслом всё ещё проще, соответственно. Ну, Кручёных очевидно. То есть, Бурлюк вроде бы местами интересен, но Кручёных как бы куда интересней. По критерию продуктивности Кручёных. Без вопросов. Бунин не интересен. Маяковский интересен. Тесов не знаю. Я не знаю эту прекрасную девушку, к сожалению. Асадов говноед. Но пусть идёт Гагас Асадов. Не знаю Рубцова. Ну, вот Демьяна Бедного я не читал, к счастью. У меня есть Заболоцкий здесь, конечно, идёт с нами. Ну, Веденский, короче, потец. Веденский идёт с нами. Алёшу не помню полностью уже. Зименкова не знаю. Евтушенко пусть будет с нами. Ну, Барто. Барто молодец. Барто молодец. Что я могу сказать? У Барто интересные есть штуки. Вроде бы бездомный из Мастера Маргариты был пародией на Бедного отчасти. Может быть. Брюс. Второго плохо знаю. Осип Миндельштам против Николая Гумилёва. Два классика столкнулись. Миндельштам мне нравится значительно меньше. Но я и читал его значительно меньше, соответственно. Я вообще за творчество Осипа Миндельштама не ручаюсь никогда. И, в принципе, я не критикую Осипа Миндельштама. Просто вот так получилось, что я его стихов касался очень мало. Соответственно. Соответственно, я практически не трогал его произведения. И... Ну как, практически. Некоторые стихи я вот читал, но они мне не очень запомнились. Николай Гумилёв. Титан. Здесь, конечно. Николай Гумилёв. В моих глазах один из победителей. Висбор, до свидания. До свидания. Уходи. Ну, Яблонского не знаю. Лермонтов? Кручён. Ну, Левого не знаю, опять же. Ну чё, поехали. Чувак, у которого пару хороших стихов. Вообще, пару хороших стихов. Буквально пару хороших стихов, которые не стыдно читать. Большинство же стихов у этого чувака там про тёлок, про любовь, короче. Там запихнуть свой писюн, короче, куда-то хочется. А если не хочется, там всё прощай, забудь, прости, не пиши. Всё хорошо. Пусть будет благостен твой путь. Там вот такая вот хуета наивная детская. Это Иосиф Бродский. Не нравится, дисреспект, короче. Вторичное, хуесосное дерьмо, короче, блевотное. Выполненная при этом хорошей техникой. Хорошая техника. Безусловно, хорошая техника. Этим он, может быть, заслуживает внимания. Среди умственно отсталых филологов, которые угорают не по содержательным аспектам творчества, а по техническим. Но Иосиф Бродский хороший в технической стороны. Борис Пастернак. Так, у него стихи, основные стихи, которые он писал, на мой взгляд, довольно, ну, простые. Довольно простые стихи. Но в отличие от Иосифа Бродского, Борис Пастернак провёл колоссальную работу в переводе великой литературной классики. И в его переводах эта классика играет новым цветом. Ну вот, понимаете, Максим, да, Иосиф Бродский, это чисто вот такой термин, пиздострадание. Вот отлично подходит, круто описывает Бродского. Пиздострадание, вот оно. Борис Пастернак, я его здесь даже не как чисто вот поэта, который там свои эмоции, там, излагает чувства, мысли, да. А как переводчика я здесь хочу продвинуть. Борис Пастернак, ну вот именно переводами, на мой взгляд, сделал себе именно поэтическую, ну, не в смысле сделал себе поэтическую карьеру, он у меня на несколько позиций выше, именно благодаря тому, что он перевёл великую классику. Фауст, Шекспир. И переведено это хорошо, и переведено это классно. Ну, то есть, я согласен, что Борис Пастернак, по большей части, это тоже пиздострадание, но плюс переводы хороших произведений, реально хороших произведений. То есть, понимаете, Бориса Пастернака приятно читать в том смысле, что когда мы берём Фауста, мы видим его хорошую технику и отличную задумку Гёте, гениальную философскую задумку Гёте, содержание Гёте. То есть, техника Пастернака плюс гениальное содержание Гёте дают, на мой взгляд, очень хорошую смесь, которую очень приятно читать. Это для меня прям действительно удовольствие читать Фауста Гёте в переводе Пастернака. Это вот редко у меня бывает такое, что я получаю одновременно и интеллектуальное, и, в общем-то, техническое удовольствие от прочитанного. Ну, Пастернак здесь, конечно, идёт в бой, побеждает Бродского. Барто. Высоцкий отстой. То есть, пояснять надо? Ну, то есть, пояснять надо, что Высоцкий не поэт, он певец, соответственно, большинство его песен довольно-таки плохо написаны. Барто. Клёвая детская писательница с очень неплохим стилем и с некоторыми интересными стишками, которые выделяются на фоне всей прочей поэзии, как бы, да? Барто круче. Асадов говно полное, Тютчев. Я не люблю Тютчева, но, прошу прощения, я ещё больше не люблю Асадова. Прошу прощения, Ахматова, ну, худшая из лучших, условно говоря. Не люблю совершенно Ахматову. В своей среде она могла бы писать и намного лучше. Её окружали очень хорошие люди, очень хорошие поэты. Гумилёв её, в общем-то, окружал. Как там этого чувака ещё зовут? Я забыл фамилию тоже известного такого поэта, хорошего. Его здесь, кстати, не было, как ни странно. Печально, что этого поэта здесь не было, я его тоже высоко оцениваю. Драгомойщенко, кстати, жалко не было. Сейчас, 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 я забыл фамилию на данный момент. Сейчас, да давайте введём, короче, Гумилёв. Так, наверное, сейчас выйдет. Бальмонта, кстати, не было, как ни странно, представляете себе. Миндельштам, Есенин, Веденский, Ахматова, Миндельштам. Так, Астахова-то крута, да. Так, давайте на Цветаеву лучше перейдём. На Цветаеву. С Цветаевой ближе связан этот чувак. Я забыл имя крутого поэта, господи. Его даже сейчас ещё и не найдёшь в Весене. Не Мережсковский. Мережсковский. Короче, Гумилёв, Ахматова и вроде бы Цветаева они тусили на дачу у этого чувака. То ли буква Ф у него фамилия, то ли на букву В, я не помню, я не помню, я не помню. Может быть, я путаю буквы вообще сейчас. У него хорошие стихи, посвящённые, в общем-то, Богу, дьяволу, там, оправдание дьявола в стихах у него хорошее есть. По преимуществу поэта с религиозным таким уклоном, конечно, но хороший религиозный уклон получается. Сейчас. И у него стихи хорошо. Я понял о ком ты. Вот-вот фамилия. Мне нужна фамилия, друзья. Мне нужна фамилия. Он же крутой. Вот он реально тоже крутой. Гумилёв и он оба крутые, например. У меня Серебряный век вообще, в принципе, я очень позитивно отношусь к Серебряному веку русской поэзии, потому что там есть хоть какие-то эксперименты. И есть ребята, которые реально писали что-то интересное. Так, блин. Блин, 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 блин. Ну что ж такое-то? Ну что ж такое-то? Ребят, подскажите, пожалуйста, фамилию замечательного, в общем-то, человека. Волошин. Вот. Вроде бы, да, действительно Волошин. Действительно Волошин. Вот он. Хух. Хух. Родить фамилию довольно тяжело оказалось. Ну, северянин, конечно, гигант. Северянин гигант, безусловно. Ну, Пушкин более многофункциональный переводчик в этом смысле. У Пушкина, на мой взгляд, ничего нового в литературе нет. Но по сравнению со Цветаевой он хотя бы разнообразен. То есть, у Пушкина много разных стихов на разные темы. Сказки, смазки, не знаю, страдания, стреляния. То есть, Пушкин в этом смысле, конечно, поинтереснее. Цветаеву я бы читать сам не стал. Цветаева, наверное, ну, для определенных людей, у которых, в общем-то, присутствует влагалище, в общем-то, существует. Они там плачут, пьют винишко. Вот, а Цветаева для таких людей больше. Пушкин, ну, тоже довольно непродуктивный, но пойдет. Как и говорится, по сравнению с Цветаевой, ну, что угодно пойдет. Блин, Агнивцева, я не знаю, как он прошел-то даже. Экзюпери крутой. Ну, Маленький принц, очень классное произведение. Есенин полное фуфло, соответственно. Ну, это писатель для маленьких девочек, Державин. Державин хорош. До Пушкинской эпохи, очень сильный поэт. Вообще, без каких-либо вопросов, Державин здесь, как бы, вот. До Серебряного века, наверное, один из моих самых, в общем-то, респектуемых поэтов. Экзюпери очень хорош. Вообще, относительно некоторых его произведений. Прежде всего, Маленького принца. Маленький принц – это набор колоссальных отсылок, даже размышлений околофилософских. То есть, знаете, Маленький принц – это круто, это классно. И рассуждение о математике там очень классное. И вообще, в принципе, постановка вопросов, воображение, фантазия, которая возникает, когда мы это все читаем. Экзюпери хорош. Экзюпери хорош. Маленький принц очень хорош. Александр Блок мне не нравится. Очевидно, мне не нравится. Несмотря на то, что он в технику внес некоторые интересные элементы в России, ну, то есть, начал Дольник там, например, использовать, который я тоже часто использую, все-таки для меня куда важнее содержательный критерий. Блок не очень содержательный поэт, на мой взгляд. Саша Черный, он более содержателен, более интересен. И одновременно с этим для меня лично, по моим критериям, более интересен. Забалатский. Ну, Евтушенко я давно хотел слить, мне не нравится Евтушенко. О-о-о! Оу-май-гад! Оу-май-гад, кстати. Кстати, хорошее противостояние, потому что Корней Чуковский в целом, в целом, мне кажется, довольно интересным. Мне вообще нравятся сказочники. Именно, понимаете, сказочники, там, Агния Барто, Чуковский, они хороши. Ну, то есть, в том смысле, что именно вот эта сказочность придает им некую продуктивность, которую я чаще оцениваю крайне позитивно. С другой стороны, Маяковский, он тоже очень хорош с точки зрения техники, он крайне хорош. Он экспериментатор в некоторых моментах, он экспериментатор в риторических фигурах. Ну, Маяковский, Маяковский, наверное. Корней Чуковский хорош, мое почтение. Один из немногих русских авторов, перед которыми Шадов может шляпу снять, но перед Маяковским мы шляпу снимаем немножко больше все-таки в данном случае. Пушкин против Державина. Пушкин плагиатор, он мало интересен. Его содержание в его стихах довольно, ну, по сравнению с Державином, ну, отступает. Ну, Евтушенко мне не нравится тоже, но я, как сказать. Тимоти пишет, не, блин, а у Маяковского не самая высокая... Тут другой вопрос. Нашел свое старое произведение, остальные просьба не читать, ссылка удалена. Вот, нашел свое старое произведение, остальные не читать. Ну, давайте прочитаем ваше произведение, да-да-да-да-да. Но сначала поэзию. Спасибо большое, Артем Федоров, за донат. Спасибо большое, прочитаем ваш стих. Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Во-первых, Державин был раньше, этот раз. Был раньше. Во-вторых, Пушкин его якобы преодолел. Якобы преодолел. Якобы преодолел. При этом у Державина более зрелые, более полноценные, более интеллектуальные стихи, которые интереснее читать человеку, у которого есть мозги. Несмотря на то, что Державин кажется высокопарным, у него довольно высокий стиль, в общем-то, написание, да, но он хорош. Он все-таки хорош. Это один из самых моих любимых поэтов до Пушкина. Включая даже Пушкина. Включая даже Лермонтова, наверное, Державин очень хорош. Пушкин отступает, я считаю, Пушкина довольно-таки вторичной фигурой. Именно для литературы. Пушкин хорош как филолог, как переводчик, как человек, который поэзию популяризировал. То есть, это менеджер на самом деле. Для меня Пушкин это менеджер, это не поэт. Это человек, который, в общем-то, себя пиарил. И пиарил поэзию и свои произведения. То есть, это менеджер. Это самый первый, наверное, большой такой менеджер литературный в России, который себя, в общем-то, разнес среди всех остальных. При этом, значительная часть его произведения, она крайне вторична по отношению к тому, что было на Западе. Вплоть до того, что он переписывает чуть ли не дословно сказки. Не, формально функция Пушкина это функция менеджера поэзии. Это популяризатор поэзии. Соответственно. Взял бы его себе менеджером, ну, не знаю. Сейчас он, наверное, бы отстал по менеджерским каким-то возможностям. Но, понимаете, серьезно, серьезно. Большое достижение Пушкина заключается в том, что он именно популяризовал поэзию. Вот, вот как бы журналы выпускал, там, не знаю, на него потом многие ссылались. А сами его стихи, а сами его стихи, ну, это фуфло. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как жопа и вагина, блять, ебать тебя, братан, пизда. Ура, 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 как бы, да. Такая хуйня банальная, настолько, настолько водянистая, настолько бесполезная. Евгений Онегин, это вода, 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 вода. Банальный смысл, мыльная опера, пошлейшая. Самая убогая мыльная опера, которую можно себе представить. Но при этом Пушкин прославился. Да-да-да-да-да, Тимоти, я знаю, Пушкин развил новую для России стилистику языка. Союз высокой и не очень высокой типа речи. Очень-очень-очень круто, но Державин круче. Я и говорю, Пушкин не поэт. Пушкин филолог плюс менеджер. Не поэт. Филолог в том смысле, что он развил стилистику языка, да, союз высокой и не очень высокой речи. Филология. В этом, кстати, относительно филологических достижений его Ломоносов превосходит в десятки раз, на самом деле. Ломоносов для поэзии сделал куда больше с филологической точки зрения, чем Пушкин. Хотя все вроде бы согласны, что Ломоносов хуёвый поэт, но поэт он довольно слабый, он мало кому интересен. Вообще мало кого спросите, какой ваш любимый поэт, мало кто скажет «Ломоносов». Ну, вы понимаете, по каким причинам он, потому что эти стихи у него довольно вообще невзрачные. Но при этом с филологической точки зрения Ломоносов сделал колоссальный прорыв. Пушкин тоже сделал именно колоссальный прорыв. В общем-то, соответственно. Но в филологии. Не непосредственно в самой поэзии. Державин. Ну, Державин сильнее. Державин поэтическим критериям, на мой взгляд, куда сильнее. Барто молодец, отдаём ей почтение. Но здесь та же самая ситуация, что с Корнеем Чуковским. Саша Чёрный очень хорош. Мне нравятся некоторые стихи Саши Чёрного. Это действительно хороший, интересный, зрелый поэт. И его личность меня более-менее интересует. Саша Чёрный идёт с нами дальше. Два очень сильных поэта. Два очень сильных поэта. Два очень интересных поэта. Два очень новаторских поэта. Наверное, даже по продуктивности, я бы сказал, именно по продуктивности творческой. Они, может быть, даже одинаковые. Но северянин в том смысле, что он продолжатель футуристического движения. То есть, условно говоря, футуристическое движение – это не русский проект. Но он продолжатель футуристического движения. Он норм. Конечно. Гумилёв – создатель акмеизма. Круто. Но при этом акмеизм что-то мало отличается от других типов поэзии. Типа, там, не знаю, сентиментализма какого-нибудь. Ну, то есть, по форме мало чем отличается. Понимаете, да? То есть, вроде бы мы смотрим на стихи Гумилёва, и нам с первого взгляда непонятно, что это что-то новое, небывалое. Надо очень долго вчитываться, понимать, как бы включаться. А вот северянина, ну, непосредственно стихи футуристов, мы на них смотрим и такие. Е-е-е. Е-е-е. Берём такие, да, и у-у-у. Сразу видим, что что-то вот, вот что-то не так здесь. Что-то не так, как было раньше. Открой случайный стих одного и второго. Ну, давайте. Ну, северянина будет говнище какой-нибудь, как раз потому, что он экспериментатор стихи. Давайте, северянин. Рандомный стих. Сейчас, сказать, хуета пойдёт, просто несусветная. Стихи о любви? Нет, давайте не о любви, главное. К воскресенью какая-то... Странно. Давайте, странно. Мы живём точно в сне, неразгаданном, на одной из удобных планет. Много есть, чего вовсе не надо нам, а того, что нам хочется, нет. Так, ладно, говно какое-то. Прошу прощения. Давайте ещё разок поэту. Блядь, слушайте, говно какое-то. Я что-то северянина переоценивал, ребят, стоп. Пастернаку. Ноктюрн. Бледнел. Прошу прощения, ладно, всё, пошёл нахуй. Ладненько. Ладно, я что-то по-другому думал о северянине. А, он декадент, не футурист, окей. Окей, прошу прощения. Горького я как поэта вообще не исчисляю. Фета я не люблю, кстати. Но Лермонтов скучный. Лермонтов хорош с технической точки зрения. Он хороший техник. Но я не видел у него ни одного хорошего, уникального стихотворения. То есть... Ну, то есть я серьёзно, я не помню у Лермонтова ни одного стихотворения, за которое я мог бы сказать, ну, я такого никогда в литературе не встречал. Вот в то же самое время у какого-нибудь, не знаю, Байрона, например, Байрона, да, вот такого не было. Я вот не могу сказать. У Лермонтова, может быть, только есть такой вот референс, типа, нет, я не Байрон, я другой. Да нет, ты такой же, как вы, поэтому и приходится оправдываться. Кручёный вот вообще не такой. Вот Кручёный не такой. Вот Кручёных вот вообще не такой. Совершенно не такой, как Байрон. За это мы его и пропускаем. Прошу прощения, Лермонтов. Лермонтов хорош с технической стороны, и он даже риторическими фигурами пользуется круче Пушкина. Но... Кручёных. Заболоцкий мне меньше близок, на самом деле. Я начинал поэтировать во многом с экспериментов Брюсова. Мне нравились эксперименты Брюсова в литературе в своё время. И Брюсов на меня, наверное, немножко больше воздействовал, чем Заболоцкий. Про Заболоцкого я узнал не так давно, и читал его не так много, соответственно. Поэтому мне куда ближе Валерий Брюсов, конечно. Да демон говно, ребят! Те стихи, которые вы, блядь, из золотого века взяли, они все говно, как бы, понимаете? Там Пророк Пушкина, Демон Лермонтов, это всё говно, как бы. Я хрен знаю, чего оно вам нравится. Оба очень крутых автора, но Веденский как поэт лучше. Пастернак лучше как переводчик. Веденский, у него чисто поэтические достижения, по-моему, местами прям вообще, вообще доминируют. Тот же Патец лучше всего, что написал Пастернак за всю жизнь. Прошу прощения. Без вопросов. Вообще, вообще без комментариев, Тютчев отстой. Очень хорошие поэты, но Державин всё равно вторичен, конечно. Относительно-относительно Гумилёва он, ну, не относительно Гумилёва он вторичен, но Гумилёв более-менее куда-то попытался уйти. Да, это моё мнение, конечно. Соответственно, конечно, моё мнение. Всё, что мы выражаем, это наше мнение, ребят. Державин, Гумилёв, Державин, Гумилёв. Ну, Державин хорош. Державин для своего времени хорош, но Гумилёв, потому что Гумилёв. Гумилёв Титан. Ну, давайте прочитаем Саша Чёрный. Саша Чёрный. Давайте вспомним некоторые его стихи, на всякий случай. Стихи. Антихрист. Жил на свете Антихрист, красил бороды и щёки, ездил в немки. И при этом был садист вдоль затылка, сжались кладки на багровые полоды. Охуенно. Это Антихрист хорошо. Воробей. Воробей мой воробьишка, серый юркий, словно мышка. Глазки бисер, лапки в розь, лапки боком, лапки в кость. Прыгай, прыгай, я не трону, видишь? Охуенно. Хорошо, плюс. Европеец. В трамвае набитым битком, средь двух гимназисток бочком, сижу в настроении. Хорошая, хорошая тоже. Даже дочитывать не буду. Понимаете, в чём дело? Я даже дочитывать не буду. Я вижу крутой стих. Подлипой пение ос, юная мать, пышная мать. В каждой мне не нравится. Что ещё? Найду ли я что-то очень крутое? Давайте вспомним. Рождение футуризма. Художник в парусиновых штанах, однажды сев случайно на палитру, вскочил и заметался в ппк. Где скипидар? Давай скорее вытру. Рассмотревший радужный каскад, он в трансе творческой интуитивной дрожи из парусины вырезал квадрат и учредил салон ослиной кожи. Блядь. Блядь. Смешно. Слушайте. Ладно. Да уж, интересно. Интересно, интересно. Кто первый раз гвозит эту половину? Ну блин, слушайте, у него очень интересные стихи. Блин, я думаю, я солью Маяковского даже. Я согласен, слушайте. Давайте ошибку прочитаем. Это было в провинции, в страшной глуши. Я имел для души донтистку с телом белее. Известки имела, а для тела модистку с удивленно нежной душой. Нет, роллинг хороший. Пошлость. Лиловый лиф и желтый бант у бюста без глаза и глаза, как два пупка. Чужие локоны к вискам прилипло густо и маслянисто свесились с бока. Сто слов навитых в черепе на ролик замусленную всеми ерунду. Она, как четкий, набожный католик перебирает вечно на ходу. В ее салонах все нормально. Ну, такой, понимаете, я не вижу ни одного банального стиха, как бы. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Большая проблема Маяковского заключается в том, что он в сущности своей поэт-куколд. Многие стихи Маяковского, это поэзия куколдизма. То есть, с одной стороны, да? Несколько вех произведений Маяковского. С одной стороны, поэзия куколдизма, с другой стороны, поэзия подсоса... Подсоса. Подсоса Советского Союза, да? И некоторые оригинальные хорошие стихи, которые, в принципе, ни туда, ни туда не годятся. Куколд, подсоса Советского Союза и хорошие интересные стихи. Ну, и критика поэзии там тоже интересная встречается внутри стихов Маяковского. То есть, Маяковский в этом смысле... Да, именно, большая пропаганда про рабочий класс, он в этом смысле серьезно, ну, знатно соснул, конечно. То есть, в рамках Советского Союза это, конечно, ему помогало пиариться в каком-то смысле. Но в моих глазах это его очень сильно как бы унижает. Именно содержательный аспект его поэзии, на мой взгляд, становится довольно низким. Но куколдизм, пошлый, ужасный куколдизм, да, очень хороший с точки зрения техники, технически он владеет хорошо риторическими фигурами и риторически он сильнее Саши Черного. Вот, вот честно, риторический Маяковский круче Черного. Бесспорно. По содержанию Черный Круч, на мой взгляд, пока что. Кто любит прачку, кто любит Маркизу, у каждого свой дурман. А я люблю консьержину Лизу. У нас осенний роман. Пусть Лиза в портале слывет недотрогой, смешна любовь на показ, но все ж тайком от матери строгой, она прибегает не раз. Свою мандолину снимаю со стенки, кручу заревающий ус. Я отдал ей все, портрет короленки и нитку зеленых буст. Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу, грызем соленый миндаль. На ветер играет ноябрьский фугу, нас греет русская шаль. А Лизин кот, прокравшись за нею, обходит и нюхает пол. И вдруг, несмешливо, выгнувшись шею, садится пред нами на стол. Так, что будет в конце? Для ясности после ухода ее, я все-таки должен сказать, что Лизе три с половиной года, зачем нам правду скрыть? Блять, ну блять, сорян, Маяковский. Ну ёб твою мать, прости, как бы, Саша черный охуенин. Что я тебе могу сказать? Блять, сильно. Ну, ну простите, как бы, ну блин. То есть так вывернуть стих вроде бы про любовь может только гений. Это круто. Брюсов крученых, Брюсов крученых. Ну, Брюсов мне ближе. За Брюсова сердцем, как говорится, а за крученных делом. Крюченых, крученых молодец. До свидания, Фет. Без каких-либо комментариев. Вы понимаете мои критерии, я думаю. И вот столкнулись, да, два Титана. Забейте, Тимоти. Но это смешно. Это смешно. Да, пахнуло либертарианством, но это шутка скорее. Это скорее такой юмор и резкий в конце. Алексей Крученых, Николай Гумилев. Выбор тяжелый. Так, дыр был шил. Ну, клевая штука. Железнобетонные гири дома. Тащат, бросают меня ничком. Объевшись харчевни, в потьмах плавно пляшу индюком. Гремит разбитая машина, как ослы на травле. Я скотина палку приставил. Нормально. Блин, Крученых хорош. Да, рандом, но он крутой. Зима. Мизис зынь инцы в зима. Замороженные стень. Снегота, снегота. Стужа в южа в юго. Стуга, стугата, стугата. Убийство без крови. Тифозное небо. Одна сплошная вошь. Но вот с окосевших небес выпало колесо. Всех растрясло лихорадкой. И к ромам, и к жизни в возвала. Харкнув в тундры пронзительной кровью цветов. О, родился цап в дахе. Снежки пах-пах в зубах зудки. Роем яму в парном снегу. Угу-гу-гу-гу. Каракурт г-г-г-г. Баран. Гора ползет зу-зу-зу. Горим-горим-го-гу. В недрах дикий гудрон гудит. Гу-гу-гур гудит земля. Гудит земля. Захуенно. Русь. В труде и свинстве погрязшая. Взрастаешь сильная родная. Как та дева, что спаслась по пояс, закопавшись в грязь. По темному ползай, и впредь пусть сияет добровольный сосед. Ну, прошлый был крутой. Платите, будем читать стихи весь. Стрим, как говорится. Ну, честно скажу, Крученых мне очень нравится. Все, что я у него вижу, интересно, уникально и хорошо. Но вы правильно заметили, если уж Хармса он выкинул, если уж Гумилев выкинул Хармса, то с Крученых ему придется, наверное, тоже нам придется расстаться. Это было бы справедливо. Давайте Гумилев. Гумилев хорош. Веденский хорош, Саша Черных очень хорош. Веденский очень хорош. Державе нравится, мы его далеко продержали. Он даже Пушкина у меня победил. В моих представлениях он победил Пушкина. Тяжелый выбор. На самом деле, с Веденским я познакомился не так давно. Опять же, с помощью вот вас, зрителей, на стримах мы послушали подца и почитали стихи Веденского. И посмотрели передачи про Веденского. Я снимаю перед ним большую шляпу, громадную гигантскую шляпу, двумя руками поднимаю и снимаю еле-еле, и потом надеваю обратно на голову, да? Но Саша Черный, он мне вообще близок по духу. Очень хороший поэт, очень хороший. И финал. Николай Гумилев и Саша Черный. Ну что, Панугрова Муза. Обезьянный, стильный профиль, щелевидные глаза, губы-клёцки, нос-картофель, ни девица, ни коза. Волоса, как хвост в селёдке, бюста нет, сковорода. И растёт на подбородке, гнусно молвить борода. Жесты резкие, ноги длинные, руки выгнуты назад, голос тоньше паутины, и клыков погнивший ряд. Ах ты, душечка, смеётся. Отворила ворота, сногсшибательно несётся, кислый запах изо рта. Щёлки глаз пропали в коже, брови лысые дугой. Для чего, великий боже, выводить её ногой? Ааа, блядь, он крутой. На самом деле. На самом деле он очень крутой. Он очень-очень-очень крутой. Критику. Когда поэт, описывая даму, начнёт, я шла по улице, в бока пился корсет, здесь я, не понимая, конечно, прямо, что, мол, под дамой скрывается поэт. Я истину тебе подружески открою, поэт-мужчина даже с бородой. Ну, такое. Это какая-то, видимо, такая уже внутренняя тёрка, да? Повернувшись спиной и к обманувшей надежде, беспомощно свесив усталый язык, не раздевшись, он спит в европейской одежде и их крапит, как больной паровик. Истомила идея бесплодием и стрежек по углам паутина ленивой тоски на полу вороха неравенение. Давайте сразу, в конец, молка. Не будем читать, очень длинное стихотворение, но хорошее вроде бы. Зеркало. У меня тоже есть зеркало. Как в трамвае. Кто в трамвае, как акула, отвратительно зевает, тот зевает друг читатель над скучнейшей у газеты. Он живёт в трамвае. Ну, тоже забавно, интересно. И Гумилёв, с другой стороны. Лев Гумилёв. Давайте... Давайте сравним. Давайте просто сравним. Я не знаю стихи. Я уже просто вот не могу. Очень крутые поэты остались. Очень крутые поэты. Я думаю, я сделаю непосредственно... Ну, вы поняли. Это пространство. Наши кони, как ветер. Наши девы... Наши кони, как ветер. Наши девы красивы. Широки наши степи. И привольная луга. Говно. Качает ветхая память в пространстве речных фонарей. Истекает от него их говно. Они живут, возвращаясь обратно. Не нравится. Лестница на ступеньках пыльных. Если не нравится, качается ветхая память. Есть хорошие. Но стихи хорошие. Циклы истории. Нормально. Так. Это сейчас Льва Гумилева читаем. Пытаемся найти что-то. Над столпом самодержавия Вековым гранитом прав Черный ангел крылья ржавит Свитки славы растеряв Нету воли, нету доли Даже доблесть, как стекло И бероновскую болью Царский столб обволокло Хорошо. Но не круто. Все. Конец. Саша Черный Это почти Саша Шадов Только вот. По-моему очевидно. По-моему очевидно. Пиши стих Гумилев Слово Ну давайте попробуем Слово Конечно это уже не отменить. Стих Слово Давайте попробуем. Вон и дни Когда над миром новым Бог склонил лицо свое Тогда солнце Останавливали Словом Словом разрушали города Хороший стих. Хороший. Я помню. Хороший стих. Но с отсылками на христианство Не очень оригинально соответственно. Саша Черный По-моему Заслуженно Победил в этом соревновании Из предложенных поэтов Русских По крайней мере На мой взгляд Он Ну прям Прям класс Прям класс Прям классно 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 В жанре философской поэти Драгомощенко Рекомендую почитать